алло алло добрый вечер потихонечку вот я смотрю начнут сейчас все собираться и сегодня у нас с вами уже 35 день омера 35 день омера молхут от царь не тот кто не погрешим а тот кто умеет признать свою ошибку вот добрый вечер вижу уже потихонечку собираются и так сегодня у нас 35 пятый день сферата омера счета омера это молхуд от который говорит о том что царь это не тот кто непогрешим а тот кто умеет признать свою ошибку и весь наш мир сейчас живет в очень странное время под названием корона так много людей оказались в тяжелой непростой материальной ситуации многих уволили всех дети семьи детям надо кушать надо платить за квартир по счетам все непросто и понимаешь что в какой-то момент да тут тебе то предлагали тут тебе все предлагали но приходит время когда ты должен как царь и как король брать в свои руки регулирование своей ситуации своей своего домашнего быта и часто так бывает что банки или частные люди знаю что ты находишься в тяжелой ситуации и казалось бы для того чтобы спасти тебя предлагают тебе прямо вот сейчас на месте мы тебе дадим суду да сразу вот как началась корона мне прямо на телефон стали поступать от разных организаций людей у нас можно взять суду такую-то такую-то у нас можно взять суду такую-то такую бери сейчас ничего особенно делать не надо только нажми на кнопочку тебе это все придет да только потом когда начинаешь смотреть ты вдруг обнаруживаешь что то что тебе придет она тебе придет под такими процентами что может быть и не надо чтобы она и приходила да но тебе пытаются объяснить что ты вернешь потом потом когда тебе будет хорошо сейчас тебе плохо возьми да но разве плохо разве это не помощь в принципе вот если бы вам в тот момент когда вам тяжело и непонятно как платить стали бы вот так вот предлагать суда с процентами вы бы сказали зачем мне это я не должен это взять или наоборот сказали ой большое спасибо и взяли бы кто не делал этих ошибок и не попадал в рабство рабов я думаю что практически в каждый из нас какой-то момент это делал но сегодня вот в тридцать пятый день умера я не просто так начала что это тридцать пятый день умера от бы молхут молхут бы вот извините у нас есть с вами особая сила пересмотреть наши ошибки и постараться их исправить я же со своей стороны постараюсь донести до вас то что я знаю на эту тему ну а вы сами уже решите как этим воспользоваться или не воспользоваться я прошу тех кто слушает попробовать ответить на один вопрос представьте себе что у вас есть лодка у меня есть лодка я хочу ее сдать в наем могу ли я это делать если у меня право сдать эту лодку в наем или у меня есть салон свадебных платьев и имею ли право я давать людям на ве на время эти платья и брать за это плату что вы думаете можем ли мы как евреи по нашему закону это делать пока ответов нету ну я постараюсь во всяком случае объяснить есть много примеров того как есть какая-то у нас вещь вот кто-то прокомментировал нет никто не прокомментировал есть у нас какая-то вещь и мы хотим ее сдавать в наем в аренду и еврейский закон разрешает но есть одна единственная вещь которую мы не имеем право сдавать в аренду и это деньги если я могу любую имеющийся у меня вещь сдать в аренду то деньги я не имею право сдать в аренду и получить за это какую-то плату да то есть я не могу взять допустим 100 рублей или 100 шекелей у кого-то и он мне этот человек скажет что эти я даю их на какое-то время а ты когда вернешь мне заплатишь вот за их съем за то что как бы ты ими пользовался заплатишь еще скажем там я не знаю 10 или 15 рублей неважно да то есть вот на ваш взгляд есть в принципе разница между тем что я сдаю лодку и я получаю за эту лодку плату арендную как бы проценты за ее пользование или я сдаю деньги да и при возврате их соответственно тоже получаю процентную плату казалось бы вот если так мыслить да это звучит практически как то же самое у меня это есть это мое и я это сдаю но тем не менее гмара говорит что есть большая разница в том что мы берем берем на съем некую вещь и возвращаем эту же самую вещь и платим за ее использование да а деньги деньги мы взяли использовали использовали а теперь надо что-то отдать заработать новое да и заплатить еще за это проценты если вы помните в нашей прошлой жизни была такая поговорка да мы смеялись берешь чужое на время отдаешь свое и навсегда если ты взял лодку какую-то другую вещь чужую то ты эту же чужую вещи отдаешь деньги ты берешь чужие отдаешь своим люди которые живут в израиле и в израиле очень трудно купить квартиру практически невозможно могут спросить а как же машканта да практически каждый покупающий квартиру тут берет машканту а машканту как мы знаем мы возвращаем с большими процентами значит может быть мы не имеем право брать эту самую машканту что говорит об этом еврейский закон наши раба ним наши талмиды хахамим постановили что двум сторонам можно заключить между собой договор особый договор который называется это риска который позволяет получать плоды от и защищает от нарушений заповеди то есть как это происходит два человека собираете вместе и решают что они как будто открывают некое общее дело и когда они открывают общее дело то обе стороны вкладывают что-то в то что чтобы получать потом плоды прибыли да и именно вот этот договор он защищает от нарушения заповеди поэтому каждый раз когда мы берем действительно какую-то большую суду мы должны посмотреть и узнать и посоветоваться своим раввинам правильно ли мы это сделали потому что тура ни в коем случае не разрешает нам как я только что сказала не брать не давать с процентами да а вот то что вот сделано с таким договором это рассматривается как эти деньги рассматриваются да как некое капиталовложение в бизнес как вот взаимодавец позволяет извлекать прибыль тому кому он дал деньги и соответственно тоже участвует в этой прибыли но я по большому счету хотела побеседовать с вами наверное не о таких крупных больших делах как мошканты которые как бы когда мы берем и действительно внимательно читаем и понимаем что мы с вами берем а я хочу поговорить с вами о может быть каждодневной такой ежедневной нашей жизни когда там вам для мне тяжело и нам нужна срочная помощь мы оказались в тяжелой ситуации оказались без копейки денег и обращаемся кому-то из друзей или кто-то обращается ко мне да с просьбой одолжить деньги одолжить деньги на день на месяц на год у каждой в своей ситуации в нашей туре сказано если обеднеет твой брат и постигнет его нужда то поддержи его не бери с него с лихвой и роста и бойся кого мы боимся бойся своего всевышнего да и оживет у тебя твой брат это очень интересно то есть еврей всегда обязан помочь своему ближнему если можно в тяжелой ситуации дать человеку сдоку то есть безвозмездную помощь то надо ее указать исходя из своих детей когда же другой еврей просит суд и мы можем ее дать то ни в коем случае нельзя отклонять этой заповеди потому что суда это не унижает достоинство человека который просит если когда он просит сдоку это да его унижает то суда нет поэтому суда если мы можем предоставить другому человеку ее то она предпочтительней сдаки мало того что в среде религиозных евреев вот за суду и за сдаку не принято говорить спасибо казалось бы человек тебе помог безвозмездно а ты ему даже не говоришь спасибо да потому что даже вот это спасибо за одолженные деньги или данные сдаку да считается содержащим намек как бы на выдачу процентов ты получил мое спасибо и это вот некий процент поэтому предпочтительно как благодарить человека ты говоришь ему да удостойся ты новой заповеди тискелемец вот на иврите да одна из вещей почему разрушился храм это от того что происходило в иерусалиме иерусалим стал настолько продажным люди относились настолько ужасно друг друга что это оказалось причиной его разрушения есть в гаморе один такой пример про плотника у которого посадное положение стало совсем тяжелым материальное положение и он задолжал своим работникам зарплату но при этом в мастерской у него работал один человек у которого были отложены деньги и вот этот плотник обращается к нему с просьбой чтобы тот помог и одолжил ему деньги но так как он не знал сможет ли он и когда отдать ему их то они договорились что если он не найдет как отдать эти деньги то останется у него станет ему прислуживать грубо себя грубо говоря продаст себя чуть ли не в рабство да у евреев есть действительно такая форма этого заговора когда ты можешь оплатить то что ты одолжил своим трудом и вот этот помощник согласился ему одолжить эти деньги и сказал смотри пусть твоя жена вечером после работы когда вернусь с работы придет ко мне и я дам ей всю оговоренную с тобой суммой жена этого плотника пошла вечером к этому помощнику и пропала на три дня три дня она не возвращалась домой бедный плотник бегал ее искал везде до спрашивал этого помощника что не знаешь моя жена к тебе пошла она пропала что случилось и тогда этот помощник ему говорит смотри я твоей жене отдал деньги ну и она с ними куда-то ушла я не знаю что она делала за это время зачем тебе такая жена чем тебе жена которая пропадает на три дня разведи с ней когда же жена все-таки уже вернулась домой то бедный плотник опять стал советоваться стать своим помощником как же я разведусь только что я одолжил у тебя деньги чтобы заплатить всем работникам у меня нету ни одного гроша как я могу развестись женой я же ей должен заплатить к тубу и тут вот добрый его помощник сказал смотри я просто увеличу тебе сумму долгу и ты сможешь выплатить ей эту к тубу очень добрый человек правда и вот по прошествии времен действительно дал ему деньги тот дал жене к тубу и они развелись по прошествии какого-то времени был бедный плотник совсем разорился потому что был мацур ярушилаем соответственно не было работы не было заказов соответственно не было денег у него не было никакой возможности вернуть долг своему помощнику и поскольку договор был заключен не было у него никакой другой возможности как пойти к нему обслуживать и тут придя к нему домой он обнаруживает у него свою бывшую жену именно к нему она ушла и видимо эти три дня она провела у этого самого помощника и говорится что когда он их обслуживал слезы его он видел их усмотрел на них и слезы его лились стакан с водой который он все время подавал и в этот момент всевышний не выдержал и сказал все что такой иерусалим не может существовать мир который стоит на том что у богатого есть все а у бедного нет и ничего не может быть и даже не только денег нету да человек должен продаться в рабство то есть руки бедного человека отдаются продаются богатого да это не мир хэса да это не тот мир которым евреи могут жить и такое место где происходят такие вещи оно просто не может существовать известно что бедный не может соревноваться с богатым и это та самая проблема которую может помочь нам решить тура и у нас есть несколько шитот существования мира как вы помните вам сказала я пытаюсь до вас донести те самые макеты которые существуют по таре в жизни а каждый уже конечно смотрит на это и выбирает что для него удобнее и правильно и так есть четыре характера которые человек говорит мое мое а твое твое некоторые говорят что такое высказывание кому было свойственно кто помнит кто помнит оно было связано оно было свойственно жителям с домом мое мое а твое мое это характер может быть можно сказать и не образованного еврея да а мое твое и твое мое да мое твое и твое мое и твое мое и твое твое извините это характер праведника а твое мое и мое мое это характер злодея должны понять что самые плохие вещи в этой жизни приходят именно из-за того что у бедных людей отбирается последние что у них есть и это происходит обычно когда говорят когда человек говорит твое мое то есть человек небрежно относится к имуществу других и поэтому он способен обокрасть бедняка и про такого человека говорится что это злодей да то есть этот человек способен удержать у себя долю бедняка оправдая себя таким образом как будто я не желаю ничего добра но и своего никому не отдам то есть он считает что твое это мое и ничего страшного если это побудет немножечко у меня второй вариант это когда человек говорит мое твое казалось бы ну прекрасно мое твое что плохого в этом да но он делает это не из щедрости не из-за щедрости и не из-за того что у него доброе сердце которое заставляет его поделиться с другими все три человек не станет просить ничего другим как бы говорит пусть мое будет твоим для того чтобы потом это мое которое находится у тебя оно стало моим да это тот самый рассказ который я только что я вам рассказала а третий вид человека который говорит мое мое а твое твое да можно сказать что прекрасно он говорит мое мое а твое твое то есть у него есть качество которого он вроде бы да не жаждет совершенно не жаждет заполучить чижое он не хочет делиться своим добром с другим да еще раз я хочу напомнить что это тот самый характер жизненный устав который был у жителей из дома и как мы знаем что эти жители из дома они были все уничтожены и не только сами жители сами города были говорится что всевышний просто взял и сбросил в огненной лаве они-то были на горе тот кто ездил у мертвого моря да видел эту дорогу видел вот эти горы которые идут сбоку слева мертвое море справа гора так вот дом был на высокой горе говорит что это было потрясающе красивое зеленое полной воды обустроенные места в котором было все абсолютно все и золото и бриллианты лежали под ногами только нагнись и возьми и вот у них была такая ситуация мое мое твое твое и эти города они были уничтожены всевышний как я сказала сбросил их в огненной лаве вниз с гор так что невозможно все выжиг так что больше в этом месте никогда не будет никакой жизни казалось бы они что делали что что не делали у них было абсолютно все они просто не хотели делиться этим с другим вроде бы тоже но не хочу я делиться своим с другим ну что разве я злодей но вот тем не менее всевышний хотя они не хотели ничего брать от других но не хотели это потому что очень опасались что взамен этого и другие попросят что то у них твое твое мое мое и всевышний такому варианту не дал возможности жизни в этом мире да я не говорю что таких людей больше нету но если это оказался город который является политикой этого города именно что люди так вот относятся один к другому и наоборот к себе то соответственно у такого города у такого места нет возможности жизни понятно что между нами конечно к сожалению такие люди есть и может быть их много и четвертый вариант про который я хочу вам рассказать это когда человек говорит мое твое а твое 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 да и этот человек написано сказано он обладает характером праведника многие могут в принципе задать вопрос как можно назвать праведником человека который не заботится о своем имуществе о своей семье раздает все что у него есть другим до результате такой человек может дойти до того что он станет сам бедным и тогда вообще не придется заботиться о нем или наоборот он будет просить сам подаяние но на самом деле этот вопрос он тоже регулируется нашими мудрецами они конечно имеют ввиду нет того кто раздает слишком много да потому что сказано что раздаешь раздающий пусть не раздает более пятой части того что у него есть чтобы не пришлось ему просить милостыни мое твое и твое твое праведник означает что он отдает другим пятую часть имущества или столько сколько захочет когда это необходимо интересно что в принципе говорится о том что можно давать только до 49 процентов от всего имеющегося у тебя у тебя имущество или денег больше этого то есть если я хочу скажем дать 50 процентов это мне не просто не как бы не считается хорошим это просто запрещено проблема с процентом с ребитом то с чего мы начали говорить то в чем есть запрет является не только в том что ты даешь другому то что ты делаешь другому человеку то что у другого берешь ребит проблема в том что мы сами в том что ты делаешь себе собой то есть твое отношение к жизни оно меняет тебя самого меняет твою сущность только я не только плохо делаю тем кто мне должен эти деньги по ребиту по процентам отдавать я у них беру я делаю плохо себе известно что люди которые занимаются или занимались вот таким расставничеством да даванием деньги под проценты не было у них благословения в этом мире и говорится что никогда не будет им прощения в будущем мире скажем на возлюби ближнего как самого себя и это главный закон тары и мы с вами не так давно об этом говорили да только что прошел лагбаомер это то что говорит рабиакива и понятно что тут действуют особые правила как любить другого и как это любить себя ни в коем случае ты не можешь понятно давать другому больше чем себе это как вы представьте как вы летите в самолете и объявляют вам что происходит не дай бог там что то и вы должны надеть на себя маски кому вы сначала должны одеть маски себе или ребенку так даже в самолете да не по таре сначала одень маску себе потом одень маску ребенка и тот же самый закон он действует в таре поэтому надо понять что тура она регулирует во всех абсолютно областях и в этом тоже и как наше общество и так же каждого человека каждого из нас в отдельности понятно что наша с вами жизнь это только подъем 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 и подъем над чем над нашим эгоизмом и именно сегодня вот в 35 день омера у вас есть особая возможность вы можете стать царем своей жизни тем человеком который правильно регулирует и исправляет свои ошибки потому что каждый из нас ошибался именно в этот день правильно и хорошо признать я тут ошибся и я буду вести себя в дальнейшем только по торе всего вам хорошего хорошего вечера и 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